Здравствуйте дорогие подписчики, сочувствующие и неопределившиеся. Хорошее моноколесо, сука, стоит сейчас дорого. Впрочем, как и все после спецопераций и прочих юных манипуляций с народом, его здоровьем и экономикой страны. Ну не об этом сейчас. Своё гироколесо после поломки оси двигателя мне починили в Санкт-Петербурге в компании GoWheel, за что им огромное спасибо. Сделали все хорошо. В Москве не нашел возможности. Для простоты восприятия я сначала покажу, что получается, а потом, что было вообще, и разберу ошибку. О, молодец. Подруливай пожёстче. Я исповедую свободный, не скоростной стиль движения на гироколесе, исходя из собственных психофизиологических возможностей и желаний. И сразу ехай. Нет, встаешь и сразу едешь. Откровение моноколесника. В моноколесном катании, в моём понимании, коль скоро ногами обнялся предмет, баланс обрести – очевидный ответ. Опять же из детства, забравшись под стол, схватившись за ножку, я встал и пошёл, но путь был тернист. Можичок не готов. В итоге разбитых коленок покров. Но скорость при ползании слишком мала. Свою тренировку продолжил с утра. И вот, несмотря на колено кукор, я всё же пошёл и хожу до сих пор. Теперь, по прошествии множества лет, себе мановильный купил драндулет. Все чудо-разума мне так зашло, катаюсь по городу пешим назло. Спасибо. Отлично уже получается. Отлично получается. Видишь как, 10 минут катаюсь и уже получается. Скорость на моноколесе – это путь в больнице. Хотя в разумных пределах и не по дорогам общего пользования, я думаю, можно иногда и ускориться. Довины, мазки, центр тяж вперёд и всё. Вот человек буквально сегодня встал на колесо, буквально полчаса назад. И вот уже так ездит. Но это всё индивидуально, но от учителя зависит. Я долго думал бессонными лунными ночами, какой длины сделать видео. Сложно было обрезать себя такого хорошего. Но для пользы дело всё-таки решил оставить кое-что. Для того, чтобы интересующейся темой смогли посмотреть на мои ошибки и удачные моменты. Героколесо для меня – это инструмент для самовыражения, творчества, ну и, конечно, средства передвижения в мегаполисе. Я люблю моноколесо. И в целом я на нём. Хотя с годами и поломками иногда и оно на мне. Вот и сейчас, когда пишу эти строки, корпус треснул в местах его крепления к стойкам педалей. Наверное, я его слишком любил эмоционально. Но по мне так любить так любить, а стрелять так стрелять. Ничего. Отремонтирую. Новый вариант. Придумал, как начать вращаться на колесе буквально с места. Ставите толчковую ногу на колесо, а свободную – пяткой на педаль, поперёк педали и наклоняйтесь в ту же сторону, прижимая мысок ступни к асфальту, центру вращения. Притормаживайте. Переносите центр тяжести чуть вперёд и в центр вращения. Ключевой момент. Прижимайте мысок сильнее к асфальту. Так вы будете быстрее разворачиваться. При движении, поворотах и разворотах вы должны понимать предполагаемую траекторию и результаты вашего движения. Ваша голова – достаточно тяжёлый предмет, около шести кило, и хороший противовес, так как находится высоко, и при манёврах не забывайте отклонять её в центр поворота. Здесь очень, очень крутая, она берёт, и куда поднимет, куда поднимет. Кладём, куда поднимет, куда поднимет. Пановя – Клинки останутся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сидя на колесе, ездить прикольно. Можно и передом, и задом наперед разворачиваться и вращаться. Естественно, подойдет колесо высокое или с сиденьем. Рекомендуется делать на скорости 5 км в час разворотки. Садитесь поудобней, зажимаете колесо ногами и перенеся центр тяжести вперед, начинайте движение, всегда активно подруливая для большего контроля. Едете, предположим, вы решили развернуться через правое плечо, наклоняясь вправо, одновременно притормаживая правой ногой, вас будет разворачивать вправо по небольшой окружности, и силы инерции вас опрокинут, если центр тяжести не будет в центре разворота. Тут вы должны понять, что угол наклона должен быть обратной направлению движения. Степень его зависит от вашей скорости инерции. Повернув на 60-80 градусов, контролируйте наклон обратной направлению движения. От продолжительности этого наклона зависит ваш либо поворот, либо разворот на 180 градусов. Можно, конечно, развернуться и поехать сидя спиной вперед. Главное успеть в конце разворота отклониться назад для ускорения движения спиной вперед, дабы не потерять равновесие. Рекомендую практиковать езду на одной ноге, помогая чувствовать колесо в экстремальных ситуациях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Корресо уходит в массы, хоть и в целом из пластмассы. Новомодные подвески вам добавят и железки. Корпус сильно не качайте, что сломалось примечайте, супер клей с собой возьми, каплю кап, потом прижми. Отключилось что? Включайте, на смешки не отвечайте, не комфортно вам подвеска, не ленитесь, прокачайте. И китайским инженерам сей девайс вы прокачаете. Спасибо. Соскоки спиной вперед очень может быть опасной затея для тех, кто не умеет ездить спиной вперед. Поэтому сходите в мотомагазин и купите соответствующую экупировку. Но в принципе все просто. Подъезжайте спиной к месту соскока, если бордюр, скорость может быть минимальной, но если две или три ступени, то скорость нужна выше, дабы не зацепить их. Вместе со скока наклоняйтесь в противоположную сторону движения, чуть пружините и пружине соскагиваете с бордюра. Рекомендую вначале с прыгнуть с ним двигаясь вперед, потом попробовать без колеса, просто ногами спиной вперед. Зачем я пишу вам про какие-то прыжки и соскоки? Да все просто. Если вы умеете ходить лицом вперед, то почему бы не попробовать и пройти раз жизни спиной вперед для разнообразия? Ведь кто-то когда-то придумал бредовую идею – героколесо, а чудаки-энтузиасты подхватили эту революционную идею. Всем удачи в освоении героколеса и не ездите по дорогам общего пользования. Отказ контроллера – и вы уже не на колесе, а под колесами. И это не зависит от вашего умения кататься на этом колесе. Не забудьте подписаться. Я бываю вдохновением. Играйте с колесом, как с игрушкой, и оно принесет вам много незабываемых, счастливых и не очень моментов. Спасибо, ваш Тимофей. Правильный моноколесник. Ходят люди по земле, хоть одеты, но не все. Я же качу на колесе и прикид по всей красе. Шлем на голову оделай, отдохну теперь оделай. И перчаток пару взял, кожу с рук уже сдирал. Налокотники на локте, чтобы осталось больше плоти. Наколенники туда же раскатаюсь я без стажа, Чтоб спокойно ехать мне, черепаха на спине. Заходил мотоэкип, чтоб солидней был прикид. Езжу и жужу движком. Гироскоп мне стал дружком. Да, совсем забыл про это. Дело было этим летом. В парке я решил промчаться с вольным ветром поквитаться. Тридцать градусов жара, пот стекает до бедра, На коленях на коленях жмет до судорог в коленях. На локтях пока нормально, можно падать экстремально. Только падать не хочу, по прямой я покачу. Не успел я разогнаться, начала земля вздыматься. Стал мертвым все в глазах, свет в туннеле показав. Делать нечего, лечу, сразу мысль сходить к врачу. Тихо лежа в горизонте, кто увидел, не позорьте. Распластался я в защите, колесо мое в защите. Оказалось, что контроллер отключил мой мотороллер. Он решил, что в этот день поработать ему лень. Вряд ли он такой один, был посланцем Синзинпин. И дружба мой гироскоп плюнул на мой гороскоп. Краткий был весь мой рассказ, зато жизнь экип не спас. Раз с асфальтом ты боролся, а с колесами ты сросся, Сей рассказ куму прими и за правила возьми. Если хочешь мягко падать, ты на жизненном пути. В морг ведь нам не по дороге, с ветром нам ведь по пути. Ты деньжат возьми с кредитки и коллекторов уйми с мерой. Туловище разом и экип сходи купи. Контролируемый упор в препятствия с отъездом назад Тоже неплохо дополнит ваш скилл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, господа! Никита вчера первый раз взял колесо. Я ему помог немножко освоиться. И, значит, сегодня сейчас посмотрим, как он уже катается. Немножко о себе. Ты на чем-нибудь катаешься? Я катаюсь на волонборде, но он не электрический. Ничего, просто обычная доска. Но я думаю, что это немножко все-таки помогло вначале поймать равновесие на моноколесе. Вот, и в целом, наверное, все. Понятно. А вообще, как вот разница между лонгбордом и моноколесом? Какие первые впечатления? Самые яркие. Моноколесом нам много маневрений. То есть это, ну, прям на ногу за счет, наверное, одного колеса. Так как на волонборде нужно ковырнуть сразу к 4, то у него не настолько сильный угол поворота. Приходится делать больше радиус. Это, наверное, вначале смутило. А так потом я привык, наверное, минут за 30. За 30. Ну и вообще, в дальнейшем, может быть, планируешь как-то в этом плане что-нибудь со временем покупать? Или, в принципе, как средство транспорта, оно тебя как бы не интересует? Не, я задумывался, правда, над покупкой моноколеса. Потому что это очень удобно в современных реалиях доехать от точки А в пункт Б, если нет своей, собственно, машины или там на общественный транспорт в короткий час пик. Я думаю, это оптимально. То есть он и не особо сильно мешает окружающих. Он достаточно мобильный в передвижении, если он будет зайти там тоже в метро или в автобус. Вот, поэтому моноколеса, думаю, для города вообще оптимальный вариант. Она более компактная, чем той же электросамокат, который сейчас забил в популярности. И, наверное, даже поинтереснее в плане катания. Так, ну хорошо. Ну и сейчас мы посмотрим, как ты вот освоил моноколесо. Ну, можешь любое взять. Колесо какое тебе больше. Возьми колесо. Вот. Моё любимое. Включи только. Ага, как включить? О, вот. Кнопки здесь? Нет. Вот человек буквально пару часов и уже катается. Так что приобретайте моноколеса, катайтесь, получайте удовольствие. Ну, а я вам в этом помогу, чем смогу. Хочу показать небольшой урок, как крутиться на месте. Вперёд. Вперёд. Наш любимый кинцо. Вперёд. 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 Вот так. А можно по-другому. Можно брать. Вот так вот ставите ногу, вот так вот. Вот так вот. И начинаете. Берёте, ставите ногу и начинаете. Вот так. Дверь колеса. Две извилины в башке и сидел я на горшке, а потом был самокат, подарил мне старший брат. Дальше был велосипед, и потом ещё мопед, мотоцикл из планеты брал кататься я у деда. Жигули автомобиль накопил я и купил. Всё не то, и вот оно, гиромоноколесо. Что за небедля такая, неваляшка из Китая, загорелась в душе страсть, постараюсь не упасть. С головой пока мы вместе, гироскоп, педали есть там, есть желание и есть время, рад нести я это время. Вспомнил про велосипед, так же всё, руля вот нет. Есть педали, но есть но, колесо всего одно. Колесо я сжал ногами, скрипнув раза два зубами. Сразу встал, наклон вперёд, в жизни новый поворот. Два часа прошло, как в бане, не отвергнут был богами. Еду я на колесе, разбегайтесь теперь. Немного о своих ощущениях о катаниях на гироколесе. Прошу учесть, что я средний моноколесник. И при стандартном катании я не испытываю каких-либо сложностей. Так вот, прежде всего, это ощущение свободного перемещения в пространстве, почти полёта. Да можно сказать и полёта. Иногда случалось, когда отключался бракованный контроль. В общем, как во сне. Ты не думаешь, как ты перемещаешься в пространстве. Ты просто летишь, неотягощённые дополнительными атрибутами управления. Моё колесо, King Song 18S, максимально просто устроено, если такое описание подходит для гироколеса. Хотя, на самом деле, это революционный прорыв в средствах индивидуального мобильного перемещения. Веха, я бы сказал, как мобильный телефон или полёт в космос. Я думал, через лет сто оно займёт достойное место в Музее истории техники нашей очередной цивилизации. Вернусь к ощущениям от катания. Не знаю, как вы, а я кайфую и чувствую усталость только после того, как, к сожалению, слышу настойчивый голос из динамиков, батарея разряжена, пожалуйста, зарядите ваш девайс. Иногда, закатавшись, это происходит в самый неподходящий момент. Просто, когда любишь это дело, время не считаешь. Теперь и технической стороне колеса, которое считаю золотой серединой и универсальной. Первое. Начну с корпуса. Он сделан, судя по всему, из реально ударопрочного пластика. Тогда ещё китайцы не смекнули, что можно гнать туфту за хороший день. Второе. Форм-фактор. Вертикальный прямоугольник с округлыми торцами и литой, утопленной в корпус, ручкой. Конечно, китайцы, мне кажется, не обладают исполинским ростом. И поэтому сделали его высоту, исходя из роста человека, порядка 170 сантиметров. Чтобы крутиться вот так на месте, нужно мысок сильнее прижимать, сильнее прижимать мысок и не сдвигать пятку. И центр тяжести в центр круга. И давить на газ. Я ростом 185 сантиметров и 75 килограмм веса. Добавил бы высоту корпуса на сантиметров 7. Было бы удобно сидеть и зажимать коленками и перевозить колесо. Хотя у вас могут быть и свои физические особенности и предпочтения. Третье. Вес и, соответственно, пробег на одной зарядке. Это важный и неоднозначный параметр. Так как для длительного пробега нужен емкий и, соответственно, более тяжелый аккумулятор. У меня версия на 800 Вт-часов с двигателем на 1500 Вт. Для моих неспокойных катаний мне часов на 5-6 хватает. Колесо уже 5 лет. При этом вес колеса 19 килограмм, что считаю оптимальным для любых вариантов катания. Естественно, все зависит от вашей физической подготовки, телосложения и желания ехать по прямой или петляя и вращаясь. Хотя у меня на этом колесе сломалась усть двигателя, через 5 лет моих катаний, тем не менее считаю, что эта конструкция и концепция колеса почти эталон. Что бы я изменил в этом колесе? Поставил бы более широкие стойки педалей, чуть утолщил бы ось двигателя и усилил внутренние элементы крепления корпуса к стойкам педали. Возможно, сделал бы что-нибудь из железа. Про высоту колеса на 7 сантиметров прибавить я уже говорил. Естественно, внешнюю часть корпуса, в возможных местах соприкосновения с асфальтом, я бы оклеил вспененной износостойкой резины. В принципе, все. И вот вы обладатель идеального и недорогого героколеса. Четвертое. Еще за что я люблю это колесо. Название King Song переводится как «королевская песня». Отличный, мощный звук по блютузу, USB-порт для зарядки телефона. Что еще нужно для большинства моноколесников? Плюс литая ручка для перевозки, а при увеличенной высоте колеса будет идеальным решением, компактным и функциональным. Теперь о колесах на подвеске. Скажу сразу, тяжелые и низкие. Конструкция несовершенна и исполнение сыроватое. Хотя цена внушительная. И еще хочу вам показать, как можно разворачиваться практически в движении, в обратную сторону. Сейчас посмотрим. Что получит моноколесник, покупая моноколесо в полтора, а то и в два раза дороже? Функция амортизации? Если сейчас ноги не гнутся и не пружинят. Так? Амортизацию можно заблокировать? А вес всей этой гремящей конструкции вы куда денете? Огромный минус, как по мне, дыры в колесе, куда в подвеску попадает грязь, песок и вода. Отсутствие динамиков для прослушивания музыки и шумового оповещения окружающих. Материалы и сборка некоторых колес не выдерживают критики эксплуатации, в котором, судя по цене, колесо должно быть готово из коробки. В заключении, не надо считать меня человеком, засевшим на одном колесе и не желающим обновляться. Есть хорошая пословица. От добра добра не ищут. А если ищут, то понимают, что они должны получить и за какие деньги, и какого качества. Короче, концепция, плюс форм-фактор, плюс музыка, плюс качественные материалы, плюс ударопрочность корпуса, плюс два варианта емкости аккумулятора, отсюда вес, и движок от 1500 до 1800 ватт. Всем счастья! Еще. Господа коммерсанты и производители на колесах, для лучших из вас эта информация может быть полезна. Покупатели начнут больше покупать качественного товара с востребованными характеристиками, а продавцы зарабатывают не на продаже одного модного колеса, а на количестве проданных востребованных, простых и качественных, удобных колес. Спасибо за внимание. Возможно, кому-то покажется мой фильм длинным. Отвечу. Если бы я мог, то сделал бы его короче. А мог бы вообще не делать. Не знаю, как все, но некоторым моноколесикам, я думаю, будет интересно. Что здесь происходит? По себе так. Я бы что-то подсмотрел бы. А что умею? Лучше бальзам на душу. Просто смотрите на мои, как видите, ошибки и сами их избегайте. А чему-то, возможно, и научитесь. Специально не оставлял только эффектные моменты, чтобы было видно кухню, а не только жареные котлеты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА